Всем привет! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на очень распространенные ошибки, которые мы делаем при организации хранения вещей в доме. Поехали! Первая ошибка тех, кто только начинает организовывать свое пространство, это покупка органайзеров без конкретной цели. Увидев удобную симпатичную корзинку, мы не можем пройти мимо и покупаем ее в полной уверенности, что обязательно найдем, куда ее применить. В таком случае организация хранения отталкивается не от наших потребностей, а начинает уже плясать от этого органайзера. И далеко не всегда такое решение будет удачным. Я очень рекомендую покупать все приспособления, уже зная, для чего вы будете их использовать. И обязательно перед покупкой нужно измерить полку, на которой они будут стоять. А если уж очень запал в душу какой-нибудь органайзер, его можно еще в магазине сфотографировать, особенно этикетку, на которой написаны размеры. И перед покупкой проверить, подойдет ли он по размерам и нужен ли он вообще. Чаще всего пристальное внимание уделяется ширине и длине коробочек, а вот про высоту мы задумываемся не всегда. Но при использовании слишком низких коробок или разделителей у нас не только пропадает пространство, но здесь еще есть возможность в спешке набросать вещи как попало, с намерением разобраться попозже. И с этого и начинаются обычно все завалы, которые потом долго приходится разгребать. Я советую, даже если у вас достаточно места и не нужно использовать каждый сантиметр, все равно подбирать коробки и разделители так, чтобы они занимали ящик или полку практически по всей высоте. Такая организация будет работать намного лучше, особенно у детей, потому что она буквально заставляет человека положить вещи как положено. Ящик или не закроется совсем, ну или по крайней мере придется потрудиться и потратить для этого еще больше времени, чем сразу положить нормально на место. Еще одна частая ошибка это навешивание на самоклеящиеся крючки слишком тяжелых вещей. Не стоит вешать на них какие-то сковородки, так же как и клеить их на обои или шершавые поверхности. А если нужно повесить что-то тяжелое, используйте прием, который я показывала в видео про хранение крышек от кастрюль. Крючок подвешивается на такой высоте, чтобы крышка стояла на полке и вес частично приходился на эту полку. А задача крючка только удерживать крышку в вертикальном положении. Иногда мы забываем советоваться с другими членами семьи и не учитываем их привычки, рост, вес. Особенно это касается детей, которые не могут дотянуться до многих вещей в силу своего невысокого роста. И этим, кстати, мы делаем хуже только себе, потому что потом нам же и приходится все им подавать. Огромная ошибка заниматься организацией хранения в доме, не расставшись с ненужными вещами. Расхламление – это обязательное условие, которое нужно выполнить, прежде чем начинать обустройство дома. Иначе это будет пустая трата времени, сил и места в шкафах. Иногда в порыве вдохновения мы готовы организовать все на своем пути, даже то, что совсем не требует никакой организации. Многие вещи могут прекрасно лежать на полочке, без каких-либо коробок и совсем нет необходимости все усложнять. Самый главный критерий – это то, нужно ли в этом месте регулярно наводить порядок. Если да, то стоит заняться обустройством, если нет, то пусть остается все как есть. Непривычно – это еще не неудобно. Ко всему новому нужно привыкнуть. Это относится и к расположению вещей, когда мы перекладываем их на новое, более подходящее место, а рука все равно тянется по привычке к старому, несмотря на то, что оно дальше. И особенно это касается складывания вещей. Вертикально или в кармашек. Дайте шанс новому. Не делайте преждевременных выводов. Со временем это все войдет в привычку, и вы сможете ощутить все удобство вертикального хранения или новых приемов организации пространства. По поводу вертикального хранения хочу добавить еще один пункт, потому что многие, прочитав книги Мари Кондо или посмотрев видео о вакуумировании и складывании вещей, в том числе и мои, снимают всю одежду с плечиков и складывают буквально все, что только можно. А потом разочаровываются, потому что вещи нужно заново гладить. Я уже говорила об этом и повторюсь еще раз, все, что можно развесить на плечиках, пусть там и остается. Складываем мы домашние, детские, спортивные, несезонные, какие-то немнущиеся вещи, или когда упаковываем одежду в путешествии. Если недостаточно места, чтобы развесить все мнущиеся, тогда гладим вещи один раз перед выходом, а в шкаф кладем неглаженными, потому что нет такого способа складывания, при котором блуза или рубашка осталась бы ни капли не помятой. Также не стоит слишком плотно, под завязку наполнять органайзеры или полку, пытаясь разместить там как можно больше предметов. В результате будет очень сложно оттуда что-то достать и тем более вернуть на место. Мы можем разместить больше вещей за счет использования пространства по всей высоте полки или ящика, но вытаскиваться они должны абсолютно свободно. Если какой-то вариант хранения не работает, неудобен, не беда, пробуем следующий. Не все, что мы придумали или где-то увидели, будет у нас работать так же, как и у других. У нас разные дома, разная мебель, разные потребности, привычки. Поэтому я в своих видео стараюсь показывать разные способы хранения одних и тех же вещей, большинство из которых можно соорудить из подручных средств, чтобы каждый мог выбрать более подходящий под свои условия вариант и протестировать его, не закупаясь лишними приспособлениями, которые в конце концов могут и не понадобиться. Не жалейте свое время на эти переделки и перестановки, потому что когда вы найдете идеальный вариант, у вас отпадет необходимость в наведении порядка в этом месте. Он просто там будет, сам по себе, всегда. Если у вас есть что добавить, делитесь обязательно своим опытом, я очень жду ваших комментариев. Пока!